Доброго дня, уважаемые любители оптики! В этот чудесный, прекрасный, весенний, солнечный день, коих не так много бывает в наших краях, на фоне этого замечательного пейзажа хочу представить вам, без ложной скромности и без патетики сложно презентовать оборудование подобного рода но хочу показать вам и немножечко рассказать про совершенно иной класс, совершенно иной уровень оборудования, оптического оборудования, которое на сегодняшний день в 2021 году, в 21 веке может получить. Получить человек, пользоваться этим оборудованием и получать несравненное и неслыханное удовольствие Чтобы начать свой рассказ, немножечко обращусь к истории и, значит, хочу сказать несколько слов о классике, чтобы плавно перейти к аппаратуре 21 века Классика, да, на сегодняшний день выпускается множество всякого разного, так сказать, высокоапертурного, невысокоапертурного оптического оборудования с ED-стеклами, с HD-покрытиями, как их рекламируют и позиционируют Но какой главный, скажем так, бинокль, если вот совсем кратко Какой недостаток есть у бинокля? В чем его ограниченность? В чем его, вот, казалось бы, у нас хороший бинокль с хорошим увеличением, с хорошим стеклом, который пропускает очень много света, с прекрасным контрастом Но человеческая сущность устроена таким образом, что мы хотим все равно видеть дальше Мы хотим видеть шире по полю Мы хотим видеть еще четче И бинокль, вот, в классическом понимании этого слова, ограничен Он ограничен по нескольким пунктам Он ограничен по апертуре Ну, самые большие бинокли, пожалуй, вот в поры исполнения, но до 100 мм Причем до 100 мм, они достаточно бюджетные И стекло, которое там используется в БАК-4, оно не удовлетворяет уже современным требованиям То есть ограниченность по апертуре, по диаметру объектива Теперь, ограниченность по самому увеличению Как правило, окулярный узел, он стационарный, он несменяемый То есть окуляр является непосредственной частью бинокля И мы не можем его демонтировать, снять То есть мы вынуждены, если бинокль 16 крат Мы вынуждены все время смотреть в эти 16 крат Мы не можем его уменьшить, это увеличение Мы не можем его увеличить И вот здесь И вот здесь Мы Самое время рассказать и сказать про бинокуляры На сегодняшний день Вот между оборудованием, которое называется оптическим оборудованием Оптическими приборами, которые называются телескоп и бинокль Существует некий замечательный, прекрасный компромисс Компромисс в виде бинокуляра Чем хорош бинокуляр? Какие у него есть преимущества по сравнению и с биноклями классического исполнения И по сравнению с телескопами Причем телескопами любыми От стоимости от 10 тысяч рублей до 100 тысяч долларов Главное преимущество перед биноклями Мы имеем возможность менять окуляры Мы имеем возможность менять окуляры На любые, какие только мы захотим Окуляры Да Со сменой окуляра мы можем получать Разную, совершенно разное увеличение Для того, чтобы понять, какое мы получим увеличение Нам достаточно фокусное расстояние бинокуляра Которое нам известно Разделить на фокусное расстояние нашего окуляра Которое, вот, например, 18 миллиметров Фокусное расстояние 100 миллиметрового бинокуляра Составляет 550 миллиметров 550 мы делим на 18 И получаем 27 крат То есть увеличение 27 крат Путем смены окуляров Мы можем получать любые, практически любые увеличения Какие только, так сказать, мы захотим И помимо этого Мы сможем получать, кроме увеличения Кратности Мы сможем получать увеличение ширины поля Потому что астрономические окуляры Бывают и 45 градусов обзора Угол обзора И 120 градусов угол обзора Это первое И, ну, наверное, пожалуй Одно из основных преимуществ бинокуляра перед бинокляром Дальше Вторым Вторым Тотальным преимуществом Качеством Которое поднимает бинокуляр На совершенно другую ступень Эволюции оптического оборудования Является Апертура 150 миллиметров 100 миллиметров 82 миллиметров Что такое Большой объектив? Большой объектив Это свет Который попадает на сетчатку нашего глаза И который трансформируется Вот в ту идеальную картинку В тот эталон Который мы с вами хотим получить Кроме этого Кроме этого С увеличением диаметра объектива На одной и той же кратности Мы будем видеть больше деталей То есть увеличивается угловое разрешение Мне сложно, конечно, передать словами Разницу между, например, биноклем С диаметром объектива 70 миллиметров И бинокуляром диаметром 150 миллиметров Но поверьте мне Вот на слово Что это просто пропасть Это огромная-огромная большая пропасть Эффект погружения Полного погружения В объект В рассматриваемый объект Полное погружение Вот в это прекрасное Красивое пространство Это невероятно Без слов патетики здесь нельзя обойтись Но я дал себе зарок Чтобы только по существу Только сухими цифрами И только плюсы и минусы По крайней мере в сегодняшней нашей Так сказать В сегодняшнем нашем небольшом Кратком экскурсии В мир новых технологий Еще одним из Теперь Теперь вот Апертура Сменные окуляры Возможность изменения Увеличения Изменения поля Это основные качества Бинокуляра Над биноклями Теперь телескопы Значит Чем лучше чем телескоп Мне скажут сейчас Но в телескоп то все равно Можно смотреть на звезды Там Штрель 095 Там Сферическая аберрация Лучше Там Линзы Совершенно другие Там Супер дисперсионное Стекло ФПЛ 53 Или ФСД 100 Фирмы Хоя Ничего подобного Ничего подобного Компания Sky Rover Компания Sky Rover В своем оборудовании На которую клеят ярлычки ОПО Значит ОПОХРОМАТ Линзы проходят Такую же обработку Как и на телескопах Как на ОПОХРОМАТИЧЕСКИХ телескопах Шлифование Шлифование Допуски Обработка Все соответствует Самым высочайшим стандартам И Использование стекла Использование стекла Здесь Ничем не уступает Качество использования стекла Ничем не уступает От использования стекла В самых лучших телескопах Ну Что сказать Значит ОПО-версия Это стекло ФСД-100 Компании Хоя Либо ФПЛ ФПЛ-53 Ахара Это тоже Япония ЕД-версия Это стекло ФК-61 Я понимаю Что эти стекла Ни о чем не говорят Тому Кто Ну вообще Первый раз Видит и слышит И видит такое оборудование И слышит Про такие стекла Ну Это мы Обсудим И Я Попробую Рассказать В следующих Своих В следующих Своих Уроках Оптического Так сказать Ликбеза Чем отличаются Данные модели Данные модели Данный модельный ряд Какие имеют Отличия И конструкционные Особенности 150ED Значит Бинокуляр Это самый большой Серийный Бинокуляр В мире Производящийся Сейчас Производящийся На сегодняшний день Самый большой Масса 18,7 кг Без окуляра Да Он требует Установки На мощный И тяжелый Штатив На мощную И тяжелую Видеоголовку Но Это действительно Король Это действительно Полный И абсолютный Доминант Оптического мира Фокусное Расстояние Составляет 840 мм Поменяв Окуляр И поставив Окуляр С фокусным Расстоянием 2 мм Вы получаете Увеличение 420 крат 420 крат Ваши возможности Видеть далеко Видеть за горизонт Видеть За облака Будут ограничены По земле Лишь только Атмосферой Тепловыми потоками Влажностью воздуха Снегом Осадками И прочими делами Но Здесь вы можете Получать Увеличение До 420 крат При этом Дифракции Возникать Не будет То есть Не будет Возникать Явление Деградации Картинки В черно-белые Изображения Стекло ФК-61 Замечательное Стекло Обладающее Прекрасными Термомеханическими Свойствами Прекрасным Коэффициентом Температурного Расширения Бинокуляр Очень быстро Термостабилизируется В общем Замечательный Просто Уникальный Уникальный Оптический прибор Кроме того Я говорил Про Преимущества Бинокуляров Над телескопами Когда мы Смотрим Двумя Глазами Эффективность Восприятия Изображения Увеличивается У нас Порядка На 40% То есть На 40% Проницаемость Нашего зрения Возможности Его различать Мелкие Тусклые Объекты Темные Объекты Увеличивается Поэтому При просмотре Оба глаза Возникает Эффект Именно Погружения Погружение Вот в эту Картинку Большой Стереоскопический Эффект Огромная Глубина Резкости Все это Но Не оставляет Шансов Ни у бинокля Классического Исполнения Ни у телескопа Когда мы Смотрим Одним глазом Дальше Значит Знакомлю вас С 100 мм Апохроматическим Бинокуляром В данном Бинокуляре Применено Супер Дисперсионное Стекло Или сверхдисперсионное Стекло ФСД-100 Либо ФПЛ-53 Стекла Которые Применяются В самых лучших Самых дорогих Телескопах Мира На сегодняшний день Даже телескопы Токахаши Они ушли Если Так сказать Ну для кого-то Знают Наверное И слышали Про эти телескопы Они ушли От флюорита И применяют Как раз Данные Типы И сорта Стекла Фокусное Расстояние 550 мм При использовании Окуляра 2 мм Вы получаете Кратность 275 крат Вы можете Использовать И применять 18 мм Окуляры Получая при этом 27 крат Но 27 крат На бинокуляре И 27 крат На любом Бинокле Потому что Есть бинокли И 30 И 25 И 30 Кратные Ну это Как Говорят в Одессе Две больших разницы Не больших А огромных Разниц Поэтому Это невозможно Передать Словами Это невозможно Описать Это Невозможно Подобрать Прилагательные И существительные Чтобы Описать То чувство Которое Вы видите Когда смотрите При увеличении В 27 Крат В данный Бинокуляр Но тем не менее Это так Можете Мне поверить Значит 100 мм ЕД Так же Как и На 150 Мм ЕД Применено Стекло ФК 61 Обладающее Уникальными Термомеханическими Свойствами И Если Так сказать Уже Рассматривать Младшего брата 82 Мм А по Ну Представьте Вот Для Все Как говорится Все познается В сравнении Представьте Что у вас есть Зрительная труба ЦС Диоскоп 85 Мм Стоимостью Там 200 Тысяч Рублей Или Там 180 Тысяч Рублей Не будем Сейчас Как бы Анализировать Ценообразование В данном Бинокуляре Вы получаете Два диоскопа Вы получаете Два диоскопа Только Изображение И картинка У вас Становится Гораздо Более Приятное У вас Вы получаете И стереоскопическое Зрение Вы получаете Большое Огромное Поле И вы получаете Очень компактный Очень легкий И очень малогабаритный Наблюдательный Прибор Масса 82 Миллиметрового Бинокуляра Составляет Без окуляров Всего 4,5 Кг Масса 100 Миллиметрового Бинокуляра Составляет 6,6 Кг И масса 150 Миллиметрового Бинокуляра Составляет 18,7 Кг Пожалуй Все основное Уже сказал Хотелось бы Еще добавить Несколько Особенностей Маленького До удаленького Бинокуляра 82 АПО Бинокуляра Есть вариант Еще Исполнение Просто Хроматический Где используется Обычное Стекло БАК-4 Но вот здесь Применено Стекло Либо ФПЛ-53 Еще раз Говорю Либо ФСД-100 Лучшие На сегодняшний день Стекла И по своим Параметрам По Числу АП И по Коэффициенту Оптического Преломления Очень Стоящими Близко К флориду Кальций В Тур-2 Значит Чем Прекрасен И чем Замечательен Габарит Очень Маленький Очень Маленький Можно Поднять Одной Рукой Без проблем Транспортировка Рюкзак То есть Сложили Положили Никаких Так сказать Проблем Качество Картинки Увеличение Увеличение Как я уже Сговорил Неограниченное Ну Ограниченное Может быть Вы Наверное Знаете Про то Что Выходной Зрачок Если Мы Выходной Зрачок Имеем Менее 0,6 0,7 Миллиметров То Увеличивая Дальше Значит Делая Больше Увеличения И уменьшая Зрачок От этого Значения У нас Будет падать Разрешение Потому что Света Будет становиться Все меньше И меньше И в какой-то Определенный Момент У нас Возникает Явление Дифракции Когда Картинка Становится Монохромной И мы Видим Черно-белое Изображение И потом Изображение Пропадает Совсем Здесь Свободно И легко Вы сможете Получать Изображение Порядка 150 140 Крат Которые По земле Будут Полностью Удовлетворять В вашем Самым Самым Так сказать Большим Амбициям Самым Большим Желанием То есть Очень удобный Очень Комфортный Посмотрите Как он Сделан Идеальная Механическая Обработка Магниевый Сплав Корпус Из магниевого Сплава За счет Этого Мы получаем Легкость Сделан Прочно Эстетично Совершенно Прекрасный Замечательный 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 Бинобуляр Несмотря на то Что Это 82 Миллиметра Есть еще меньше Есть еще 70 Миллиметровый Но 70 Миллиметров Вот у меня Так сказать Я представил И вы видели Скайровер 70 Миллиметров Который тоже Выполняет Прекрасно Своё предназначение Но К сожалению Мы не можем Менять кратность Мы не можем Менять Значение Увеличения Немножко Пару слов Я хотел остановиться И рассказать Вам Про окуляры Которые Мы можем Значит Применять Во всех этих Бинокулярах Окуляры Бывают разные С разным Полем зрения С разным Количеством Стекол Которые Зависит От того Какой угол зрения Мы хотим Получить И с разным Соответственно Качеством Стоимость Окуляра Может быть Окуляр Может быть Относительно Бюджетным Это могут быть И 3000 И 4000 Рубри Стоимость Окуляра Может доходить До 900 До 1000 Евро За одну штуку Так Чтобы Мы понимали Какой разброс цен Соответственно И какой разброс Качества Окуляра Вот Вашему вниманию Представляю Замечательный Великолепнейший Окуляр С полем 84 градуса Это Абсолютный Аналог Клон Или Как еще Подобрать Какое прилагательное Знаменитому И легендарному Окуляру Доктор Ну Кто знает Кто в теме Это Там Можно Целый Сделать Фильм Или Так сказать Посвятить Этому И несколько Часов Созданию Этого Окуляра И вообще Почему Он стал Легендарным Великолепнейший Замечательный Окуляр Который Полностью Подавляет И хроматические Операции Который Полностью Исправляет Поле Которое Полностью Исправляет Линейные Значит Изображения Идеальное Идеальное Решение Вопроса 12,5 Мы 82 Извините 470 Миллиметров Фокусного Расстояния Делим На 12,5 Находим Наше Увеличение Дальше Так же Есть Окуляры И сейчас Остановлены В 100 Миллиметровом Бинокуляре 7 Миллиметров Аккуляр С фокусным Расстоянием 1,8 Миллиметров Виксен Виксен HR HR Виксен Расстояние 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 5 Расстояние Ваш Расстояние Расстояние 2 Оступаем Расстояние Вся Оставать 6 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok